Музыка Выгодная цена на легендарную игру Counter-Strike Global Offensive Всем рекомендую, ссылка в описании Здравствуйте, друзья, с вами Маракесси Сегодня я хотел бы показать вам добротный бой на танке АМХ-50Б на карте Фьорды Играет тут Криспикс Отправляется сразу же он в квадрат В7 При этом едет он почти один, только ИС-3 позади находится И там потом арта уже То есть он начинает атаковать один И я считаю, что это, конечно, очень даже отважно Но с другой стороны рискованно И Криспикс тут просвечивает Никого вроде бы пока что не видно И он решает проехать дальше Безусловно, очень даже рискованно Потому что враги могут тут затаиться Он аккуратненько выезжает Начинает тут подсвечивать Никого из врагов пока что тут не видно И может быть даже это хорошо Хотя странно, почему враги сюда не поехали Ну вот, появляется все-таки ИС-3 Выезжает, стреляет нашему АМХу в гуслю И Криспикс начинает его разбирать Конечно, не чинится, потому что ремка может еще понадобиться в этом бою ИС-3 наносит урон, потому что танк все-таки картонный Ну и Криспикс добирает ИС-3 И оказалось, похоже, что больше тут никого нету из врагов Почему-то они это направление бросили По-моему, это глупо, я считаю Ну и далее Криспикс замечает противников в квадрате Е5 И начинает по ним стрелять Там еще остались некоторые союзники У которых совсем почти что нету ХП И по их засвету Криспикс настреливает урон Но неприятели все-таки обращают на него внимание Он отстреливается по 54-ке При этом отхватывает от нее И отправляется на базу Там как раз засветился Т-30 И лучше тут не оставаться Потому что противники могут накинуться И потом справиться с ними будет уже невозможно А вот на базе уязвимый Т-30 Вполне даже можно его попробовать разобрать Криспикс наносит ему урон И откатывается назад Также он справа теперь уже выезжает Стреляет по Т-30 И опять же забирается наверх этой горы Стрелять за счет, увы, крайне удобно на этом танке Но я не понимаю, почему тут Т-30 не стреляет Может быть у него была сломанная боеукладка Понятно, что не во всех тут моментах игрок светится Потому что тут есть кусты, которые прикрывают Но все-таки мне показалось, что Т-30 как-то инертно действовал И не стрелял почему-то И вот как раз сзади приезжает Т-54Е1 С того направления, где недавно был АМХ-30Б И Криспикс пытается его атаковать Но тут помогает союзная арта И наносит много урона Т-54Е1 И засвечивается еще один противник Криспикс его продамаживает И добирает Противник даже почему-то не выстрелил Ну и далее игрок решает просветить уже с другого направления Наверняка противники оттуда уже лезут И действительно засвечивается 110-ка И Т-110Е5 Противник отстреливается по нашему подопечному Наносит урон ему И тут нужно действовать, конечно, крайне аккуратно Криспикс играет тут за счет УВН Аккуратно высовывается Стреляет, но не наносит урона 110-ке А вот Т-110Е5 он продамаживает Естественно, противники действуют более агрессивно Потому что их двое, у них больше ХП И они рассчитывают разобрать АМХ-а Но игрок уничтожает все-таки Т-110Е5 И манит на себя 110-ку Она все-таки высовывается Игрок отъезжает, гуслит 110-ку И начинает обходить ее сзади Правда, тут был риск того, что он мог отхватить в борт И отправиться в ангар Но 110-ка попадает всего лишь в гуслю И сбивает ее Ну и далее Криспикс добирает 110-ку И, в общем, получилось очень даже потно это все Грамотно и зрелищно Но если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь Это только начало Приезжает королевский тигр Наш АМХ спрячется за уничтоженной 110-кой И стреляет по КТ Молниносно высовывается, делает шот и снова прячется КТ не выцеливает нормально Мажет И Криспикс в очередной раз наносит ему урон Вообще, он его, можно сказать, в щепки разнес Все ХП КТ Снял Не знаю, как противник оказался Такой неточный Ни разу он не попал Даже рядом просто стоит и отхватывает Ну и стоит отметить, что Наш герой очень даже грамотно все делает в данном моменте Прячется он тут за уничтоженным домом И высовывается, добирает КТ И, как вы могли видеть по миникарте Ваффентрагер Е100 добрал арту И наверняка он уже устремился сюда И АМХ решает, что ждать его будет ошибкой И нужно, конечно, действовать И едет он за артой Понятное дело, справиться с Ваффлей в ближнем бою будет почти что невозможно Потому что у нее много ХП Есть барабан И если она там раза два даже промажет Все равно с третьего или четвертого выстрела она точно должна попасть Появляется тут арта И Криспикс ее уничтожает Ну и начинает он тут двигаться Вражеская арта мажет, попадает прямо в дом Ну и где-то наверняка противник находится рядом Криспикс решает не ехать на вражескую базу Он делает вот такой вот крюк Игрок, возможно, хочет посмотреть рядом со своей базой Может быть, Ваффентрагер Е100 как раз поехал туда, где последний раз был АМХ И можно будет его как-нибудь подсветить и разобрать Но пока что противника тут не видно Может быть, он поехал в то место просто другим путем И пока что его не видно Естественно, справиться с Ваффлей чрезвычайно сложно, как я уже говорил Один снаряд она может там быстро промазать Но второй или третий точно она попадет И Криспикс начинает уже просвечивать Тут проезжает в Ваффле До сих пор не видно И он решает поехать через А9 на вражескую базу Может быть, Ваффле уже туда вернулась И вместе с Артой они там дефят Может быть, она где-то тут находится в кустах Так что, опять же, нужно быть осмотрительным Но пока что ПТ-САУ тут не видно И, конечно, опасно тут ездить Но другого выбора нету Времени, конечно, много еще Но все-таки, если ждать и ничего не предпринимать То это закончится печально И засвечивается на базе Т-92 Криспикс отъезжает от кустов, чтобы не засветиться И уничтожает Т-92 Ну и, как вы можете видеть, противник встал на захват Приходится, конечно же, возвращаться При этом как можно быстрее Иначе противник может взять базу Ну, в принципе, это и хорошо, что враг на захвате Теперь понятно, где он находится Он выдал свое местоположение Ну и к тому же, как вы могли видеть Та позиция, где был игрок ранее Она вполне хорошо себя проявила Как раз об этом месте я и говорю Тут много растительности Можно подсвечивать базу Отъезжать от этих кустов И стрелять, и не светиться Так Криспикс и поступил Раздамаживает он Вафлю Та его, конечно, не видит И все, конечно, совершенно верно И грамотно Вафля начинает отъезжать Игрок по ней мажет Она пытается, видимо, подсветить как-то Нашего АМХ Но пока что у ней ничего не получается Она только отхватывает Свою громадную башню И АМХ в очередной раз ее подсвечивает Но на этот раз Вафля все-таки увидела Нашего француза Игрок наносит ей отличный урон 465 Но противник прячется У него совсем мало ХП Можно его попробовать добрать Криспикс выезжает Выцеливает Вафлю И добирает ее Итак, вот результат этого боя Медальки Медаль Редли Уолтерса Защитник Воин И основной калибр 11 502 урона Игрок нанес И уничтожил 9 танков 1536 опыта получил Если считать без премиум аккаунта 2304 опыта с премиум 11 000 серебра на фарм Ну и в целом добротный бой Который было интересно посмотреть Надеюсь и вам тоже понравилось Спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить лайки Пока